Приветствую! Вы на канале Киноопиша.Инфо. Меня зовут Коля Янчук. Сегодня мы поговорим о моей любимой серии компьютерных игр и о том, что с ней сделала Netflix своим сериалом 2022 года. Обзор сериала «Обитель зла» от зловещей компании с красным логотипом. Но сперва вставочка для тех, кто сомневается в моей компетентности в данном вопросе. Вот так выглядит брелок, который я всегда ношу с собой на ключах. Вот так выглядит мой компьютер, а это я в 15 лет косплею Криса Редфилда, одного из главных персонажей всей серии. И если кто-то во мне сомневается, то я готов поговорить с вами, как Крис говорил с булыжником в пятой части. Вот теперь точно поехали. И вначале хочется сказать ужасную вещь об этом сериале. Он неплохой. Если вы фанат франшизы, то сериал понравится вам гораздо больше, чем рядовому зрителю. Сейчас объясню почему. Чтобы лучше понять сериал, нам надо углубиться в историю «Обителя зла». Всего франшиза насчитывает около 30 игр. 9 номерных частей, первая из которых вышла в далеком 1996 году. И почти сразу она стала хитом. Позже обзавелась ремейком и зародила огромную серию, которая жива по сей день. А вот что у нее не получилось, так это создать адекватную киноадаптацию. Не считая первых двух фильмов с Милой Йовович, но об этом позже. Сначала давайте разберемся, о чем были эти игры. Это правда важно. Почти в каждой из частей нам давали подуправление подготовленного к боевым действиям героя. Будь то член спецотряда, полицейский или просто молодая, но бойкая девушка-байкер. Постепенно игрока погружали в события и рассказывали, почему произошел локальный апокалипсис. Откуда появились монстры и зомби и показывали, что под каждым камнем можно найти секретную лабораторию Амбреллы. И чтобы туда попасть, нужно было решить непростые, но интересные головоломки. Например, правильно сыграть на пианино. И в конце игрок чаще всего взрывал лабораторию вместе с харизматичным злодеем и улетал, уплывал или уходил в закат. Все это было здорово приправлено интересными персонажами, сюжетными поворотами и, самое главное, семейными узами. Уже во второй части главная героиня попадает в кошмар, приехав предупредить своего брата, героя первой части. А на своем пути к спасению она встретит девочку, дочь ученого, который создал зомби-вирус. А уже в другой части ей придется сражаться с безумными генно-модифицированными двойняшками. И почти все, что я сейчас сказал, в том или ином виде присутствует в сериале. Но что самое главное, погружают нас в это все так же неторопливо. По крупицам раскрывая детали и создавая клиффхенгеры в конце каждой серии. А еще в сериале есть Альберт Вескер. Вот такой. И вы точно хотите услышать, что это мисс каст, персонаж ужасный и вообще не канон. И я скажу вам, да, не тот. По моему мнению, лучший актер на эту роль это вообще Энтони Старр. Но в то же время, каким охрененным Вескер получился в этом сериале? Давайте вспомним, в чем была фишка Вескера из игр. Он постоянно имел туз в рукаве. Все делал только для себя, ставил эксперименты над всем, что движется. Включая себя родимого. И в целом имел паршивый характер. При этом совмещая несовместимое, хладнокровие и вспыльчивость. И если вы отпустите тот факт, что в сериале Вескер темнокожий, а не зализанный блондин с красными глазками, то увидите, что персонаж не так сильно отличается от первоисточника. И поверьте, сюрпризов с ним вас ожидает не меньше, чем с оригинальным Вескером в играх. В компьютерных играх Вескер умер в пятой части, которая вышла в 2009 году. Случилось это в жерле вулкана, когда он, будучи чем-то аморфным, словил два снаряда из РПГ. И я был очень рад услышать отсылку на это в сериале. И это говорит о том, что создатели понимали, что они снимают. Хоть и актер, сыгравший Вескера, признался, что не знает игр. На самом деле, в этом нет ничего плохого. И огромное количество актеров делает точно так же, просто не вынося это на люди. Тем более, на мой взгляд, справился с ролью он крайне удачно. Других моментов, которые должны порадовать фанатов, тоже много. Чего-то выходящего за рамки мира Резидента я там не увидел. Да и вообще, выйти за рамки Резидента достаточно сложно. Напомню, что в играх герои сражались с гигантским аллигатором в канализации, убивали гарпуном водного монстра и на самоходном танке с бензопилой ввалили босса-трансформера. Человека, который из-за грибкового вируса смог управлять металлом. После такого, хоть что может стать каноном в Резиденте? Задели тему монстров? Значит, о них мы и поговорим. На мой взгляд, самое плохое, что в них есть, это графика. В остальном, они показаны канонично, такими, какими мы привыкли их видеть. Лизуны ничего не видят и ориентируются на слух. Услышав маленький шорох, готовы пронзить вас своим языком. Зомби не такие медлительные, но все так же любят полакомиться человеченкой. А всякие гигантские животные внушают страх не меньше, чем в играх. Даже тирана завезли. Правда, в сериале нам не показали, как он действует, но судя по тому, что мы видели, это не менее смертоносный мутант. И все это детище Амбреллы, которое все так же прикрывается фармацевтическими делами, работая с правительством США. Втайне открывая свои лаборатории по всему миру. Какой гадкой и мерзкой эта компания и люди в ней работающие были в играх, такой они и остались. Правда, немного деградировала система охраны, общий интеллект сотрудников, но это условности. Они были нужны для сюжета, и лично я их прощаю. Тем более, эти условности иногда нам объясняют. Вау. Например, то, что главные героини в 14 лет смогли пробраться в секретную лабораторию. Но и раньше во всей франшизе такого было не меньше. Так что в этом плане между сериалами и играми один-один. А вот что себе игры не могли позволить, так это уходить в глобальный апокалипсис. А сериал позволил, и фильмы с Милой Йовович тоже себе это позволили. И как только это случилось, фильмы превратились в то, на что без смеха не взглянуть. Со всеми этими... Меня зовут Элис. Меня зовут Элис. Я считаю, что первые фильмы с ней до сих пор являются одними из лучших. Не только экранизаций Резидента, но и игровых экранизаций в целом. Но проблема заключается в другом. Вторичность. Должен признаться, почти все, что происходило в апокалиптическом будущем, мне не понравилось. Подобное мы не раз видели в других проектах. В тех же «Ходячих» буквально в первых сезонах. Вроде людей, которые не верят в то, что их близкие стали зомби и подкармливают их скотиной. Если говорить глобально, то что сериал делится на временные промежутки, это хорошо. Мы имеем две сюжетные линии разницей в 14 лет. В одной нам объяснят, как и почему произошел апокалипсис. А в другой покажут последствия. Сделано это грамотно, так что интерес к происходящему в одном времени подогревает происходящее в другом. Убрав такое повествование, сериал получился бы совсем не очень. К сожалению, это не единственные вещи, которые мне не понравились в сериале. Прежде всего, из плохого в глаза бросается далеко не лучшая графика. Момент с бензопилой. Запомните эти слова. Когда вы будете смотреть сериал, вы поймете, о чем я говорю. Очень много нелогичных моментов в сюжете и откровенно слабая концовка на фоне общей предсказуемости. Мой личный график крутости серии выглядит вот так. Но самая главная проблема сериала не в этом. Чтобы получить удовольствие от сериала, нужно знать слишком много нюансов о серии. Причем именно о играх. Потому как многие отсылки ведут именно к ним. Если вы знаете о Резиденте только то, что это игры и фильмы о зомби, то нагромождения сюжета покажутся вам крайне кринжовыми. Если что, я еще достаточно молод, чтобы использовать это слово. Но вы-то не знаете, что в игровой серии такого кринжа было ничуть не меньше. Самоходный танк с бензопилой я уже сегодня упоминал. Но помимо этого нам приходилось. Драться с зомби-аборигенами, зомби-слонами, акулами-зомби. Встречать клонов и неумирающих персонажей. В пятой части один из главных героев превратился в стероидного качка и смог кулаками скинуть булыжник в лаву. Но в то же время назвать сериал каноничным тоже не получится. Хотя в рекламной кампании они и привязывались к канону. И тут в голову приходит вопрос. Для кого этот сериал? Поклонников серии оттолкнет подбор актеров. Сильно измененные и неканоничные персонажи. А также первая серия, которая, мягко говоря, получилась не очень. На этом моменте мне стало интересно послушать мнение после просмотра первой серии от человека, который еще лучше разбирается во всей франшизе. Поэтому я написал Василию Гальперову. Он один из авторов канала СтопГейм и человек, который сделал крутую историю серии. Я являюсь большим любителем серии Resident Evil. Имеется ввиду оригинальной игровой. И, разумеется, мимо киношных ее воплощений тоже далеко пройти не мог. И это удивительная вообще ситуация, потому что у нас в принципе есть у этой игровой серии столько различных, по-моему, четыре, если точно считать, видов экранизации. То есть у нас есть сколько там фильмов Пола Андерсона. У нас есть анимационные мультфильмы, которые делала Capcom. Есть недавнешний, прошлогодний фильм, который сняли по мотивам первой и второй части. И вот нетфликсовский вариант. То есть в принципе разнообразие подходов к тому, как киноделы видят Resident Evil. И в принципе у Resident Evil у нее, как у игры, на самом деле своего лица какого-то сформировавшегося полноценно нет. То есть если посмотреть там на первую часть, на четвертую, это кардинально разные игры. Посмотреть там на пятую и седьмую, это вообще другие из разных вселенных, как будто бы игры. И поэтому, если уж каждая игровая часть может отличаться одна от другой, то почему каждый создатель кино не может видеть Resident Evil как-то по-своему? Именно поэтому разные подходы, уникальный взгляд на серию, это в принципе мной всегда приветствуется. Но конкретно в данном случае это работает очень и очень плохо. Потому что здесь, вот в этой экранизации, мне кажется, слишком много Нетфликса и слишком мало Resident Evil. То есть такое чувство, что они взяли просто какой-то рандомный фильм, сериал про зомби и нацепили на него оболочку из персонажей, из каких-то знакомых топонимов серии Resident Evil, но при этом в этом не чувствуется Resident Evil. То есть в этом в эскере не чувствуется в эскер. Да, там есть объяснение почему и вообще откуда такой в эскер взялся. Но если вы его назвали в эскером, то, наверное, вы хотите как-то привязаться к оригинальному персонажу, но он абсолютно никак к нему не подходит. История. Большую часть времени первой серии было посвящено тому, что девочек булят в школе. То есть это вообще с Resident Evil имеет мало пересечений. Но уж по какой причине там убежала зараза в этот раз, да, и как в лаборатории в этом сериале охраняли, значит, особо опасные вирусы, что пара школьниц смогли с этим что-то сделать. Ну, это откровенно какой-то маразм, если честно. Вот. И опять же, получилось ни то, ни другое. То есть если фильмы Пола Андерсона их уносило куда-то в сторону постапокалипсиса, да, после второй части, что тоже очень слабо теперь связано с серией, с нынешней, особенно ее состоянием. Вот. То здесь как будто оно вот от совершенно не Resident Evil, то есть историю про какую-то школьную на уровне Life is Strange уносит, как раз в сторону, опять же, Пола Андерсовского и вот этой вот кино... сколько-то там логии с Милой Йовович. То есть не получилось полноценного баланса. Есть знакомые названия, есть знакомые имена, но это совершенно другие персонажи, совершенно другая история, в ней абсолютно не чувствуется Resident Evil. Настолько не чувствуется, что после первой серии абсолютно не тянет смотреть дальше, если ты хоть сколько-то знаком с серией. В этом плане, прошлогодний фильм, хоть его и закидали помидорами, но он очень, ну, все-таки, сознанием дела подходил к экранизации Resident Evil в большей степени, чем этот сериал. А здесь только, мне кажется, ради какого-то коммерческого эффекта было выбрано такое название. Все остальное просто старались как-то подточить под то, чтобы это, ну, хоть как-то походило на Resident Evil, но это совершенно не то. Но каждый имеет право смотреть на серию по-своему. Вот режиссеры и создатели этого сериала посмотрели на нее так. А будем ли мы смотреть ее или нет, это уже решать нам, а не им. После просмотра первой серии мои мысли были практически такими же. Только после того, как я переборол себя и смог посмотреть остальную часть сериала, мнение изменилось в лучшую сторону. Таким образом, запоров первую серию, Netflix откинуло огромное количество людей, которые любят франшизу или могли бы ее полюбить. И если Resident Evil вам все-таки понравился, то я строго рекомендую посмотреть историю серии на СтопГейме. Ссылка будет в описании. Огромное спасибо Василию за комментарий. Ну а мы возвращаемся к сериалу. Для новых зрителей он может показаться скучным, сложным и вторичным. Настолько, что единственное, что будет бросаться в глаза, это повестка, которой тут слишком много. Подводя итог, хочется сказать, что мне в очередной раз грустно. Из-за того, что мою любимую серию интерпретируют для любителей кино не лучшим образом. Прошлогодняя адаптация мне показалась пустышкой, которая пыталась вывести чисто за счет множества визуальных отсылок. И мне кажется, что сериал от Netflix получился лучше. Но, как говорится, лучше быть худшим среди лучших, чем лучшим среди худших. Здесь я не стал упоминать анимированные фильмы по обителю зла. Потому что глобально в них происходит примерно то же самое, что и в играх. Не считая смены курса в последних частях. И здесь мы остановимся еще на чуть-чуть. В один из периодов основные части серии тоже начали получаться не очень. Пока разработчики не сменили курс. Вернулись к истокам, изменили сеттинг и сделали его достаточно замкнутым. Никаких глобальных апокалипсисов. При этом оставили все знакомые элементы, которые были раньше. Я имею в виду седьмую и восьмую части. Где появился новый герой, через которого нам заново представляют вселенную. Таким образом, у студии, создавшей игру, получилось угодить как новым игрокам, так и старым фанатам. И я не понимаю, почему Netflix зацепились за старые концепты, которые все уже забыли. Они взяли новое, актуальное и хоть как-то известное людям. Но вы же точно в интернете видели Димитреску. Я бы с радостью посмотрел на ее киноадаптацию. На этом у меня все. Пойду еще раз пересмотрю первую часть с Милой Йовович. Чтобы вновь погрузиться в эту прекрасную атмосферу обителя зла. Пока. Продолжение следует...